Театр Кино, я, знаете, я в свое время определил, у меня так иногда это бывает, я так иногда кидаю такие мысли, которые кто-то записывает и запоминает. Театр – это жена и семья, а кино – это молодая красивая любовница. Театр – это вечно, он всегда с тобой. Кино, оно имеет свойство кончаться, и очень быстро заканчивается картина, и неизвестно, когда тебя пригласят еще куда-нибудь, и будет ли материал следующий интересен тебе. А театр – это всегда, это твой дом. Ты всегда можешь прийти, и всегда найдется роль для каждого возраста, начиная от Ромео, кончая Королем Ильиром или Фирсом. Дистанция огромного размера. Всегда. Поэтому театр – это, он мне близок. Ну, театр, он живет один день, один час, два-три часа. Вот как вы относитесь вообще к идее фиксировать на пленку, ну, раньше был формат телеспектаклей, вот снимать постановку, потому что там ведь мы потребляем это не глазами зрителя, который выбирает на кого или на что смотреть, а глазами режиссера. Как вы вообще относитесь к этому формату? Имеет смысл какие-то постановки фиксировать на пленку, архивировать как-то? В советское время была вид драма, и она очень много фиксировала, и благодаря этому мы смогли увидеть всех актеров. Женитьбу сигару, какой был фантастический совершенно, телевизионный. Их много этих спектаклей. Да, да. Поэтому я считаю, что всех стариков, допустим, хатовских, они тогда засняли, это был целый цикл. Прекрасно. Сейчас можно смотреть и любоваться. Можно говорить, Кторов – великий актер. А посмотрите плоды просвещения. Вы можете так сделать? Ой, нет, что-то я, наверное, так не смогу. А он делает. Понимаете? Поэтому я к этому очень отношусь правильно. Это история, историю нужно беречь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. В 19.30 на телеканале Москва-24. В 19.30 на телеканале Москва-24.